Всем привет, вы на канале Mobbiver. Samsung лидер на рынке смартфонов и имеет огромный модельный ряд. Иногда даже шутят, что смартфоны от Samsung могут занимать все полки витрины и конкурировать только между собой. Для обычного пользователя иногда очень трудно разобраться в моделях Samsung. Сегодня мы сравним новинку Samsung Galaxy J2 Prime G532 и проверенного бойца Samsung Galaxy J1 2016 года. И узнаем, чем похожи и чем отличаются смартфоны. В первую очередь мы хотим помочь вам с выбором. Смотрите сравнение смартфонов Samsung Galaxy. Для начала сравним комплектацию смартфонов. В коробке J1 2016 года мы найдем цельное зарядное устройство на 5 Вольт 0.7 Ампера, кабель microUSB и макулатуру. А в коробке J2 Prime мы найдем зарядный бачок на 5 Вольт 1 Ампер, кабель microUSB и также макулатуру. Комплектация похожая. Дизайн бюджетных смартфонов Samsung узнаваем и имеет свой фирменный стиль. Смартфоны Samsung похожие, но в то же время совершенно разные. Корпус J2 Prime и J120 полностью пластиковый. Задняя крышка у смартфонов съемная. Под крышкой находится съемная аккумуляторная батарея и раздельные слоты для сим-карт и карты памяти. На крышке верхней части у J2 Prime расположились ряд слева направо вспышка, глазок основной камеры и сетка внешнего динамика. А у J120 порядок противоположный. Чуть ниже у смартфонов находится лого Samsung. А у Samsung Galaxy J1 2016 года в версии Duos соответственная надпись находится внизу. Отмечу, что крышка у Samsung Galaxy J120 гладкая, а у Samsung Galaxy J2 Prime она с легким текстурным узором. Смартфоны выпускаются в черном, белом и золотом цвете. В дизайне обеих смартфонов нет острых углов. Используются плавные линии и закругленные углы. В то же время в Samsung Galaxy J532 углы более прямоугольные. Абудок в J120 выполнен из хромированного пластика. А в J532 он металлический, как уверяет наш производитель. Хотя, мое мнение, это пластик. Отмечу, что рамка у смартфонов немного выступает над передней панелью, что служит дополнительной защитой для экрана. Справа у смартфонов Samsung размещена кнопка включения блокировки экрана. Слева качелька регулировки громкости. Вверху на торце у смартфонов находится 3,5 мм выход под наушники. А внизу микрофон и порт зарядки microUSB. У Galaxy J120 передняя панель двухцветная. Вокруг дисплея присутствует черная рамка. Дальше цвет корпуса. В то же время, передняя панель у J2 Prime однотонная и окрашена в цвет корпуса. Качество сборки смартфонов отличное, придраться не к чему. Существенное отличие у смартфонов в экранах. В Samsung Galaxy J120 установлен экран с диагональю 4,5 дюйма, разрешением 480 на 800 точек и плотностью 207 ppi. Экран у Samsung J120 выполнен по технологии Super AMOLED, что делает цвета более красочными и насыщенными. В то же время, у Samsung J2 Prime размер экрана 5 дюймов. Экран выполнен по технологии IPS, разрешение экрана 960 на 540 точек с плотностью 220 ppi. По цветопередаче, контрастности, углом обзора и насыщенности экран лучше у J120. А вот запас яркости приблизительно одинаковый. К минусам смартфонов Samsung отнесу отсутствие авторегулировки яркости. В тесте на касания лучшие показатели у J120. Смартфон набирает 5 касаний. А вот G532 только 2. Над экраном у смартфонов Samsung находится сетка разговорного динамика, датчик приближения и глазок фронтальной камеры. А у Samsung Galaxy J2 Prime над экраном есть еще вспышка для фронтальной камеры. Под экраном у смартфонов Samsung находится механическая клавиша домой и сенсорные клавиши назад и запущенные приложения. Переднюю панель смартфонов закрывает оргстекло с неплохим олеофобным покрытием. Более качественно олеофобное покрытие нанесено, как мне показалось, на экран Samsung Galaxy J120. И у Samsung J120, и у Samsung J532 аккумуляторная батарея съемная. Емкость аккумуляторов J120 2050 мАч, а у J532 2600 мАч. Несмотря на то, что у Samsung Galaxy J2 Prime более емкая аккумуляторная батарея, да и сам экран тоже побольше, оба смартфона при средней нагрузке проживут около суток. В Samsung J120 установлен четырехъядерный процессор Spectrum SC9830 на ядрах Cortex-A7 с тактовой частотой 1,3 ГГц и графическим ядром Mali-400. А в Samsung Galaxy J532 уже используется четырехъядерный процессор Mediatek MT6737T на ядрах Cortex-A53 с рабочей частотой до 1,4 ГГц и графическим ядром Mali-T720 MP2. Оба решения являются бюджетными, которые подойдут для соцсетей, серфинга в интернете и нетребовательных игр. Синтетические тесты Antutu, Geekbench, Epic Citadel показывают значительное преимущество Samsung Galaxy J2 Prime. Но заметно это преимущество только в играх. Более подробный тест играми смотрите в обзорах на каждый смартфон отдельно у нас на канале. В Galaxy J1 2016 года установлено 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти. А в Samsung Galaxy J2 Prime 1,5 ГБ оперативки и тех же 8 ГБ постоянной памяти. Смартфоны поддерживают карты памяти до 256 ГБ. И тут стоит отметить, что Samsung Galaxy J2 Prime смотрится более интересным вариантом, особенно для любителей игр. И Samsung Galaxy J2 Prime, и Samsung Galaxy J1 2016 года работают на операционной системе Android. Но если J2 Prime изначально поставляется на версии 6.0, то у J120 Android версии 5.1. Будет ли обновляться смартфон до Android 6.0, неизвестно. По верх Android у смартфонов установлена фирменная оболочка Samsung TouchWiz. В Samsung J2 Prime оболочка более новая, с переработанным меню настроек и дополнительными опциями. Смартфоны работают в сетях GSM, 3G и LTE. Со звонками смартфоны справляются отлично. Качество разговора устраивает. Внешний динамик у смартфонов выдает средний звук и у J120, и у G532. Отмечу, что у смартфонов Samsung есть FM-радио, для работы которого требуется подключенная гарнитура. Модуль Wi-Fi у смартфонов Samsung установлен бюджетный, стандарта BGN. Есть поддержка HotSpot и Wi-Fi Direct. Есть отличия в смартфонах по Bluetooth. У Samsung J532 версия 4.2 Love Energy, а у Samsung J120 версия 4.1 Love Energy. Местоположение смартфоны определяют с помощью GPS и GLONASS. Поиск спутников при холодном старте занимает до 1 минуты. Тут смартфоны практически равны. Основная камера в Samsung J2 Prime с разрешением 8 Мп, автофокусом и вспышкой. Тогда как в Samsung J120 основная камера с разрешением 5 Мп, есть также автофокус и светодиодная вспышка. Видео и J120 и J532 записывают в HD. Отмечу, что возможности камеры приблизительно одинаковые. Но интерфейс существенно отличается. Фронтальная камера в J1 16 года с разрешением 2 Мп, а в J2 Prime разрешение фронталки 5 Мп. Отмечу, что в J2 Prime по фронталке есть небольшое преимущество – наличие вспышки. В дневное время снимки получаются достаточно неплохими у обеих смартфонов. А вот в ночное время качество, конечно же, хуже. Оценить качество фото и видео вы можете на примерах. По фото и видео возможностям преимущество, конечно же, за Samsung Galaxy J2 Prime. Мои отзывы и Samsung Galaxy J1 16 года, и Samsung Galaxy J2 Prime – неплохие бюджетные смартфоны. Но более интересным вариантом смотрится, конечно же, Samsung Galaxy J2 Prime. Почему? Смартфон ненамного дороже конкурента. Разница всего лишь 25 долларов. J2 Prime – более новая модель с более новой версией Android. За J532 говорит также более мощный процессор и интересней камера. В то же время, Samsung Galaxy J1 16 года больше понравится любителям компактных смартфонов, а также красочных цветов Super AMOLED экрана. Мой выбор – Samsung Galaxy J2 Prime. А какой смартфон понравился вам больше? Проусуйте в подсказках, а также поделитесь своим мнением в комментариях. Не забываем поставить лайк и подписаться на канал. Если вам было полезное видео, поделитесь им в социальных сетях с друзьями. Всем удачи, бобра и хорошего настроения. Пока!